Сергей Лебедев, Ник Лохматый. Специально для Пикинформ. Размещено Игорем Поляковым. Медведчук Суркову. Украинский боливар не вывезет двоих. Россия сегодня не имеет четкого плана по Украине. Да и сложно его было бы иметь, исходя из того, что у Украины самой нет по себе. Не то, что четкого плана, но даже минимальной стратегии на ближайшее время. Но борьба за украинские ресурсы все равно продолжается. И в этой борьбе Медведчук начинает работать против Суркова, чтобы сохранить свой статус. Об этом в материале Пикинформ. Мы уже писали о близящихся перестановках на дипломатическом поле России в отношении Украины. Михаил Бабич настолько хорошо зарекомендовал себя в Белоруссии, что его было решено передвинуть на более нужный в данный момент направление. Одновременно этим дали передышку президенту Лукашенко. Но Бабич один, а дыр перекрыть надо несколько. Одна из них Украина. Назначение курировать направление непризнанных республик Михаилу Бабичу еще не поступило. Это связано с тем, что есть большая вероятность, что его поставят курировать все украинское направление, сделав послом РФ на Украине. Не исключено также, что Михаила Бабича поставят курировать политику России в отношении всего оставшегося СНГ. Тем временем Владислав Сурков, по слухам, выторговал себе испытательный срок, за который поражение в отношении Украины попытается превратить в победу. И не стоит списывать Суркова со счетов. Как бы к нему ни относились, это человек на самом деле великого ума, основная проблема которого – отсутствие своей команды. Потому приходится работать с теми, кого дали. Вот один из тех, кого дали, это украинский серый кардинал прошлого Виктор Медведчук. По слухам, Петр Порошенко пытается тоже встроиться в эту структуру, предлагая себя как расшатывателя украинской ситуации. И мы видим, что Порошенко шатает Зеленского изо всех сил, которые у него есть. Не стоит смотреть на риторику. Это всего лишь борьба за внутреннее украинское поле. Судьбы людей в этой борьбе мало кого волнуют. Если у Порошенко получится, то к концу осени на Украине вспыхнет новый Майдан. Однако то, что интересно Порошенко, не интересно России, не интересно США и не интересно Коломойскому. Единственный, кто может выиграть от нового Майдана – это Ахметов. С другой стороны, если Ахметов договорится с Коломойским, то он может помочь расшатать Майдан. Устроив громадные проблемы с отопительным сезоном новому президенту, еще раз повторюсь, люди и их судьбы в этой возне украинских престолов никого из непосредственных участников не интересуют. А пока суд до дела, Владислав Сурков, как очень опытный аппаратчик, собрал все, что было написано против него за последнее время, и с этим набором, а также со своей новой схемой работы по Украине, отправился на разговор с Верховным. По слухам, разговор удался, потому что у Владислава Юрьевича и появилось так нужное ему время. Бабичу это ровным счетом ничем не грозит. Есть и такой вариант – Михаила Бабича поставят разгрести внутренние проблемы России, которых за последнее время накопилось больше, чем пресловутого мусора в Архангельской области. Пока нет никаких сведений о новой стратегии Суркова, будем ждать, пока появятся слухи по этой теме. Ну и, конечно, анализировать ситуацию. Если, отбрасывая эмоции, смотреть на происходящее, на заявления некоторых ключевых игроков, на их действия, то можно многое понять, даже не имея своего человека под столом у Путина. Тем временем видно одно, но очень крупное изменение. Сурков отмежевался от Виктора Медведчука. Как сообщает ТГ-канал Незагарь, теперь на встречах Владислав Сурков говорит о том, что предложения Медведчука по Украине несостоятельны, а последний год вообще подтвердил его некомпетентность. Неумение наладить союз украинской оппозиции стало последней каплей в отношениях Суркова и Медведчука. Мог ли Медведчук наладить этот союз, крайне сомнительно. Это все-таки Украина, где третий участник партизанского отряда, по давней традиции, начинает работать на противника. Так что мы не стали бы вешать всех собак на Виктора Медведчука. У него нет особого выбора среди «пророссийских» депутатов. Медведчук не остался в долгу и всем заявляет, что пару последних лет общие проекты – это инициатива Суркова. Особенно это касается санкционного списка, в который попали некоторые так называемые пророссийские депутаты. Теперь Медведчук дал категорический запрет своим опоблоковцам напрямую общаться с АП Сурковым. За ослушание виновного исключат из партийных списков. Общение с АП Сурковым теперь возможно только через самого Медведчука. Тем самым Виктор Медведчук начал игру за Бабича, мешая Суркову проявить себя во время своего испытательного срока. Заявление о том, что Медведчук – прекрасный переговорщик, которое сделал российский премьер Медведев, только подтверждает то, что Медведчук дистанцировался от Суркова. Как отголосок этой войны пришло сообщение о том, что ОПОБЛОК не объединился опять. На совещании присутствовали далеко не все, а лишь часть ОПОБЛОКа. Медведчук настаивает на том, что в объединенной оппозиции должны быть 30% его людей, против чего выступают другие игроки украинского поля. Но и Медведчуковская часть ОПОБЛОКа получила своего троянского коня в виде Кивы. Зачем такому опытному политику, как Виктор Медведчук, сильный репутационный удар в виде Кивы? Выгода здесь есть. Кива – человек Авакова. А Аваков на данный момент – союзник Коломойского. Это может означать, что Киву туда всунули не ради его места в Верховной Раде. Легко можно было его всунуть и вбьют в проходную часть списка. Всунули ради того, чтобы использовать этот инфоповод как удар по отколовшейся от Медведчука части ОПОБЛОК. И как плюс для партии мэров городов доверять делам, которые на их фоне становятся не менее пророссийскими, а может и более. Но самое интересное, ради чего Виктор Медведчук пошел на такой риск. Ходят слухи, что Медведчук себе выторговал у Авакова зеленый свет для всех пророссийских акций на Украине. А вот остальных конкурентов будут крепить жестко и разгонять радикалы. Это все продолжение войны с Сурковым за влияние на Украину. Как это будет работать? Медведчук будет сливать инфу Авакову о темах Суркова и его акциях, а также будет сливать его актив. А Аваковы и его радикалы будут их разгонять. Суркову закрывают возможность работать на Украине. Медведчук хочет стать единоличным игроком Кремля в Украине. Еще интереснее будет, если Суркова переместят на какое-то другое направление, а по Украине поставят Михаила Бабича рулить. По словам тех людей, которые хорошо знакомы с Бабичем, он прямой как рельса и очень справедливый. Так что Медведчуку вряд ли что-то обломится даже в случае ухода Суркова. Ходят слухи, что Москва начинает играть жестко в отношении Украины. Прекращение поставок нефтепродуктов всего лишь ягодки. И это отношение продлится до тех пор, пока украинские власти не предпримут правильных шагов. Может ли это сделать Зеленский? Пока не знаем. На данный момент президент Украины не смог снять ключевых министров, так как Верховная Рада, ведя собственную войну за выживание, не поддержала Зеленского в деле отставки Грицака, СБУ, Климкина, МИД и Полторака, ВСУ. Сергей Лебедев, не клохматый, специально для Пикинформ. Медведчук Суркова, украинский боливар не вывезет двоих.